так ребята мы приехали на митков бич прямо в дымке какие-то острова надо будет посмотреть что это за острова может это какой-то мыс там не знаю здесь камни сиханули мы немножко в том плане что мы ездили по кучегурам мы сюда спустились на переднем приводе сыпуха съехать мы съехали как выезжать назад у стоит серви наверно полноприводная и наша стоит там очень узкая дорога камни по бокам деревянные перила и мы съехали съехать съехали думаю как бы выезжать если бы еще какой-то traction control поэтому думайте либо оставлять машину наверху либо если у вас полный привод то спускаться на какой-то зубастой резине ну и если дождь или после дождя наверно все таки лучше не ехать вниз а спуститься пешком ну красиво здесь конечно пляж очень хороший камни песочек скалы вот красиво национально быть крайне . на сегодня вот так ребята как то получается ну сейчас все тут прогуляемся много поглядим пофотографируемся будем чапать домой наверное да ну по обратной стороне виды будут но типа это уже мы доехали наверх получается и через северную часть кейбреттона будем уже ехать домой но такие кругляки себя черненькие ну пойдем погуляем здесь посмотрим идем туда наверно к скалам там посмотрим вот ребята пошла дорога наверх я думаю мы аккуратненько как-то возьмем и так пойдем в натяг там есть две ямки ну будем смотреть часто все может полететь наш груз сюда назад на ляду задние фух пожелайте нам удачи в нашем подъеме так ребята но судя потому что мы уже находимся сверху идет смеется и он вот этот вот хил который мы выехали а не советую на переднем приводе туда спускаться все с ханган там ничего делать ребята мы едем домой нужно было просто хорошо газануть и все ну я так и думал что нужно просто хорошо газануть и но просто я еще ничего не отломать ничего не отломать да и просто я не знал как бы на что способна эта машина теперь не примерно понимаю ребята вот такая гравийная дорога ведет метков мы спускаемся едем сейчас в общем домой уже будем там ехать по новой скоши и на нью-брансвик просто еще мы посмотрели тут очень странный остров на горизонте вот она посмотрели на карте это не фаундлен ребята не фаундленд остров не фаундленд первый раз вижу его и вам показываю как как его можно увидеть с новой скоши из метков посмотрите посмотрите где в новой скоши и метков и посмотрите где не фаундленд это это расстояние можно увидеть ребята вот такие дела фух надо было просто хорошо газовать так сейчас нас объедут эти ребята не стали спускаться туда к пляжу и они поехали нормально мы газовали но ничего как говорил мешание иногда нужно проверить на что способна твоя машина и ты будешь уверен вот проверили но единственное что меня немножко напрягало что коробка автомат и все таки он будет переключать как он считает нужным они так как ты газуешь на той передачи которую ты включил но ничего ребята не фаундленд все мы едем дальше а а а а а Так, ребята, покинули мы этот миткав и вот эту часть и уже едем мы домой но мы еще в новой скоши и останавливаемся на таких красивых смотровых площадках. Вот идет трасса на ней мы целые одни больше тут никого нет и тут вот есть такие карманы знак есть такой типа чувачок нарисованный с подозрительной трубой и тумба с каким-то описанием я сделаю фотографии, кому будет интересно там на английском можете почитать и на французском может еще на микмаковском будет, на индейском вот, ну, вот такие горы ага, вот посигналил чувачок он типа ну, поддержал нас да, 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 да мы ехали с ним, наверное, уже километров сто наверное, там, ныряв ноздрю вот, ну, это вот такие горы, ребята и что мне еще понравилось мы когда проезжали, то есть на Кейп Бреттоне есть место мист или, подождите, не, не мист а сейчас скажу как этот фок ски стейшн короче есть на одной из гор они строят сейчас горнолыжную трассу для того, чтобы зимой кататься на лыжах ну, это прикольно ну, дело в том, что как бы в Новоискоше и там есть туда ближе к Амерсту, по-моему есть горнолыжная база ну, она достаточно пологая но здесь видите здесь, какая местность здесь, если бы было большое желание если бы был снег ну, и как бы соответствующая инфраструктура и транспорт то можно было бы здесь сделать и горнолыжную базу и с видом на море и все, что хотите но регион развивается все красиво природа лоси белочки и все остальное ну, вот так вот это Кейбрэда Новоискоша, ребята ой наездились на счетчике больше тысячи километров дожигаем второй бак бензина вот и двигаемся в сторону Брансвика двигаемся дальше там может быть еще что-то будет так вот вот и Продолжение следует...